На одной волне с городом. Радио Болтком. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Служите программу «Подоплёка» по средам с 10 утра. На радио Болтком «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы хотим поговорить о теме, которая очень актуальна для Латвии. Это тема «Как Латвия может зарабатывать деньги». Как мы знаем, одной из таких доходных отраслей в нашей стране был всегда транспорт, транзит, наши порты. И вот сейчас как раз вокруг этой отрасли разразились нешуточные страсти, поскольку, во-первых, в Сейме сейчас обсуждается закон о портах, а во-вторых, транзитную отрасль буквально в начале этого года, 11 марта, с трибуны Сейма наш премьер-министр назвал не только ненужной, но и даже вредной для экономики, и это очень странно, поскольку в этой отрасли работало как минимум 80 тысяч человек. Это всегда было статьёй доходов для страны, и вклад транзитной отрасли в экономику оценивался по разным оценкам от 10 до 30%. И как раз о том, что было и что стало, мы хотим поговорить сегодня с Айваром Стракшесом, экспертом транспортной отрасли. Многие годы он проработал в предприятии «Латвийская железная дорога» «Латвия Зелсельш». И, конечно, как никто разбирается в том, каковы сегодня тенденции в этой отрасли, не только в латвийском масштабе, но и в региональном. Добрый день, Айвар. Добрый день. Очень рада вас видеть. Следим за вашими постами в Фейсбуке. Вы регулярно пишете о проблемах транзитной отрасли, о решениях, которые могут быть приняты в этой отрасли для того, чтобы всё-таки вернуть её значение в экономику. То есть вы всё-таки не согласны с премьер-министром о том, что эта отрасль не нужна и она вредна? Ну, конечно, не согласен. Это такое заявление удивило, потому что цифры говорят об обратном. Если в какой-то отрасли работает почти 10% всех работающих, то она не может быть малозначительной. Если мы смотрим с другой стороны, то вот этот год перед началом премьерствования господина Каринча для Латвии был, скажем, по транзиту, по транспорту, было очень хорошее сравнение с теперешним. Если взять текущий счёт платёжного баланса, то в 2018 году методоход государства от транспортной отрасли составлял примерно 1,2 миллиарда евро. Это вся транспортная отрасль, в том числе и железная дорога, морской транспорт, автоперевозки и воздушный транспорт. Если мы сейчас смотрим уже 2020 год, от этого осталось немножко больше половины. Поэтому потерять около 600 миллионов евро дохода за два года — это довольно критически. И если мы берём, скажем, ту ситуацию, какая она сейчас есть, а данные 2021 года, они ещё хуже 2020 года. И, скажем, если в 2020 году наша авиационная отрасль ушла в минус, значит, от того, что у нас есть эта авиационная отрасль, а мы, авиационные перевозки, государство не получало дополнительные деньги, а потеряло 65 миллионов. Значит, мы с государства заплатили за авиаперевозки 65 миллионов больше, чем получили. Значит, мы стали даже беднее. И вторую четверть 2021 года отличилась и моя любимая железная дорога, потому что железные перевозки хоть маленькие, но всё-таки с минусом. Вторую четверть — нет доход минус 2 миллиона по текущему конту. Конечно, в годовом выражении ещё позитив, но первая четверть — это что-то такое было раньше неслыхано. Если мы, конечно, понимаем, что это большие деньги — 1,2 миллиарда, 600 миллионов, и, в принципе, транзит, грузоперевозки, они с давних времён были одной из тех отраслей, которая кормила людей, которые здесь жили, работали, и много веков кормила. И сейчас сказать, что это не нужно, то надо смотреть, чем мы это заменим. А заменить нечем, поэтому и нам растёт задолженность. Государство должно брать долг, чтобы покрыть те нужды, которые бизнес не может оплатить через налоги. Это показывает, что экономика у нас очень слабая. Айвард, скажите, пожалуйста, вот вы говорите о дефиците счёта платёжного баланса, и для людей, которые, ну, обычные обыватели, наверное, не совсем понятно, о чём идёт речь. Вы, в частности, упомянули сейчас, что 65 миллионов авиации ушла в минус. То есть это имеется в виду разница между текущими доходами авиационной отрасли и её текущими расходами, минус 65 миллионов евро составляет. А мы знаем, что в прошлом году в AirBolting только вложили более 200 миллионов евро, в этом году ещё 90 миллионов подкинули. То есть если текущая разница 65 миллионов, а вкладываются сотни миллионов, то куда уходит остальное? Ну, видите, текущий счёт, он показывает большую картину. Там не только AirBolting, там вся авиационная отрасль. И это показывает деньги, которые приходят в государство, скажем, с этой отрасли, которые мы платим за услуги другим, чтобы эту отрасль содержать. И в таком, и в этом смысле, ну, это 65 миллионов, это значит то, что если бы нам вообще не было никакой авиации, то у нас осталось бы 65 миллионов государств. Это, конечно, абсурд, я к этому не призываю в этом случае, но это показывает, что ситуация довольно-таки плачевная. И я думаю, что покупки самолётов вот как раз и делают этот большой минус. Да, ну, сегодня мы всё-таки будем говорить о латвийской железной дороге, хотя покупки самолётов и само положение в авиационном возрасте мы обсуждали буквально пару месяцев назад в нашей передаче, когда рассказывали о проекте создания грузовой авиакомпании. Я хочу напомнить, что тогда речь шла о том, что для создания такой грузовой авиакомпании, у которой достаточно хорошие перспективы на получение места на рынке, поскольку спрос на авиаперевозки грузовые очень сильно вырос, создался дефицит мощности перевозочной в этом ключе. И речь шла о том, что государство могло бы развивать эту отрасль, ну, интеллектуальную, умную и современную, вложив около 120 миллионов в покупку двух грузовых самолётов, может быть, или переоборудование двух грузовых самолётов. Однако же эта затея как бы не получает поддержки на уровне Министерства сообщения, и несмотря на согласие всех остальных министерств, она как бы стоит на той же самой точке, на которой и было начато это обсуждение. И я вообще иногда недоумеваю в оценке политики Министерства сообщения. Вот Министерство сообщения традиционно, но всегда опекало Латвийскую железную дорогу, оно, так сказать, заботилось о том, чтобы развивать инфраструктуру. Действительно, большие работы были сделаны за прошедшие, может быть, не 30, а 25 лет. Построен второй путь от Скривери до Крустлса, построена станция Индра на границе с Белоруссией. Ну, то есть были вложены достаточно значительные ресурсы в развитие инфраструктуры. Что сейчас происходит? Как вы оцениваете политику Министерства по отношению к Латвийской железной дороге? Ну, первый вопрос же, конечно, политика Министерства сейчас понятна. И она, понятно, сама политика, но непонятно, почему она такая. Это, конечно, первый раз в истории Латвии, когда министр Сатекс, в смысле, это будет транспортное сообщение по-русски, говорит, что транзит ему не будет интересен, он этим не будет заниматься. И, как мы видим, это дальше, что это политика не только одного министра, это не его желание, это, скорее всего, какое-то понятие, какие-то цели должны достичься коалиции на более высоком уровне. И если у нас нет хороших отношений с соседними государствами, потому что транспорт, он что? Он соединяет тех, которые имеют какие-то границы. Мы получаем с одного государства, перевозим в другое. Мы не можем как-то виртуально эти грузы перевозить. Мы по грузоперевозкам хотим, не хотим, мы связаны с нашими соседями. И если у нас эти отношения с соседями очень плохие, тем более, что мы посылаем такой сигнал, что мы с ними дружить не будем, и транзит нам сам по себе не нужен, то ситуация, конечно, плачевная. Если ещё в 2018 году железная дорога перевезла 49 миллионов тонн, то в прошлом году уже только 24 миллиона. Если смотрим на первые три четверти или девять месяцев этого года, то там у нас ещё минус 11% по объёмам грузоперевозок. И тут, конечно, будут люди, которые скажут, Россия сама на свои парты, у нас там санкции. Но санкции 2014 года. Конечно, Россия строит свои парты. Конечно, она заинтересована их загружать. Но Россия очень большая, она не настолько однородная. Есть много игроков на рынке перевозок, и, по сути дела, нам не так уж и много надо. Я хотел бы напомнить, что на российской железной дороге за год грузится 1,2 миллиарда тонн примерно грузов. Из этих 1,2 миллиарда тонн в прошлом году порядка 360-370 миллионов тонн ушло на экспорт через порты. Но в основном, конечно, российские. Это и понятно, их грузы, их мощности. Но при таких объёмах всегда есть возможность найти свою нишу, которая работает. Конечно, мы для России не будем... В те времена, когда почти большая часть нефтепродуктов переваливалась через латвийские порты, такого уже не будет. Россия построила свои мощности. Нам надо было уже давно уйти от бизнес-моделей. Повезут, некуда им будет деваться. К нормальной рыночной экономике. Мы продаём свои услуги, наши услуги более эффективны. Можно заработать больше, перевозя через Латвию. Потому что надо брать в виду, что цель перевозок — доставить груз в конечный порт, а не перевезти через Латвию, через услугу, через Ригу. Если мы будем нормально работать чисто технически с нашими соседями, то грузы у нас будут и могли быть. Конечно, тот COVID сыграл такую не совсем хорошую вещь. Он порвал многие связи, которые были наработаны годами. Почти больше, чем полгода была затруднена международная торговля. Но, как мы видим, сейчас это всё сильно нагоняется. И это видно по ценам фрактов, видно по ценам сырья, того же самого угля. Это всё сейчас очень востребовано. И я думаю, что если бы у нас не было этих политических заявлений, то 2021 год для дороги был более-менее приемлемым годом. Наверное, 49 миллионов уже не перевезли, но около 40 миллионов, я думаю, что при нормальных отношениях, при нормальном рабочем порядке мы бы смогли получить. Но, как сказать, политически мы этого не хотели. Не хотели из-за этого бороться. Потому что мало того, что сказать, что да, мы хотим, надо ещё что-то делать. Потому что у нас есть, скажем, рядом соседи литовцы. Они столько не потеряли, как мы. Мы работаем в одном рынке более-менее. У нас те же самые санкции, те же самые проблемы, те же самые проблемы расчётами. Но если Латвия потеряла международных грузов больше 50% на 2020 год, к 2018, то Литва потеряла всего 9%. Так что мы видим, что есть большая разница, как работать, если бороться. Но это бизнес. Тут понятно, тут каждый хочет заработать и немножко подвинуть другого. Мы дали себе подвинуть, и мало что дали. Мы сами подвинулись, сказали, нам это неинтересно. И поэтому нет этих грузов. Айвар, я вот наблюдала за работой делегации латвийской на выставке в Казахстане. Это было в середине октября. И обратила внимание, что если раньше на такие форумы транзитные выезжали люди, которые, что называется, от колеса работают, которые непосредственно занимаются грузами, и многие годы имеют контакты, имеют ту самую мягкую силу, о которой мы говорим иногда в отношении бизнеса. И говорим, что она имеет очень большое значение. Имеет большое значение личные контакты, взаимопонимание между конкретными людьми, которые организуют эти грузоперевозки. То в этом году я увидела в основном чиновников. Притом новые лица, не молодые, но уже, так сказать, видимо, где-то мелькавшие в других отраслях. И меня это, честно говоря, очень удивило, потому что я понимаю, что эти люди на железной дороге новички. Это или они политические назначенцы, или какие-то люди, люди приближенные к нынешней коалиции, к нынешнему руководству. И их отправили вот в эту командировку, ну, не знаю, что для галочки или проехаться, там, не знаю, мотивации таких командировок для людей, которые ничего не понимают и не занимаются перевозками. То есть, как бы, делается какая-то декларация. Вот сам министр Линкетис говорит, что у нас железная дорога должна быть стержнем, становым хребтом всех перевозок, и мы к ней должны вот как-то присоединяться. Ну, я так понимаю, он это относит к пассажирским перевозкам, которые всю жизнь были дотационные. Вот какова сейчас ситуация вообще в балансе доходов и расходов грузовых и пассажирских перевозок? И в том еще, что на горизонте маячит рейл Балтика, которая тоже, ну, по многим оценкам наших экспертов и профессионалов, расценивается как декларационный проект, потому что, ну, пассажирские перевозки сами по себе никогда доходными не были. Ну, во-первых, насчет чиновников и кому ехать. Понятно, что чиновникам в Казахстане ехать нечего. Если там имеет смысл ехать кому-то, то это политическое руководство, потому что если бы министр туда поехал, было понятно, почему пару чиновников туда едут. А так они ничего не решают, ничего они, скажем, не могут. Кто они такие? Они предоставляют услуги какие-то. Что они могут, ну, скажем, сделать? Даже тогда, когда-то, если к нему подойдет казахский какой-то бизнесмен, скажет, я хочу в Латвии провести миллион тонн. Что они могут? Они могут позвонить. А запросы такие были и очень много в связи со спросом на уголь. Да-да-да. Они могут позвонить, позвонить, позвонить на железную дорогу, сказать, слушайте, перевезите там миллион тонн. А потом окажется там куча еще всяких проблем. Там еще и цена есть, и через Россию надо проехать. Поэтому это только такая трата денег, как вы сказали, для галочки, показать активность. То, что показательно, наши, скажем, возможности по транзиту, они лежат на востоке. И вот наш министр как-то не показывает эту готовность работать, создавать эти политические контакты, рабочие контакты. Если мы смотрим, как работают финское, скажем, правительство и наше, это две разные совсем вещи. Вопрос не о политике, вопрос чисто экономической и прагматической деятельности. Поэтому ехать надо, надо смотреть, кому ехать. И надо ехать первыми лицами. Если первые лица не поедут в эти государства, в том числе руководители, обычно как ехали, ехал министр и руководитель железной дороги, или Магуанис, или Берзин. Там было понятно, что вся компетенция и по политической части, и по железной дороге, она на месте, и все вопросы можно решать. Если такие поездки не происходят, другим ехать сейчас, надо только чисто по техническим вопросам, чтобы на таком техническом железной дороге не имеет смысла ехать с маленьким чиновниками, если большие политические вопросы, скажем так, не решены. А насчет… Дотаций. Дотаций, понятно. Ну, пассажирские перевозки всегда были дотацией. Но надо понимать, почему дотируются пассажирские перевозки. Если мы хотим, чтобы у нас были латвийские, а не немецкие, скажем, цены на проездные билеты, то их надо дотировать, потому что издержки выше. И это политическое решение, чтобы цены были, скажем, низкие. Тогда если министр, скажем, государство говорит, что мы не хотим, чтобы цена за билет до сих пор была 5 евро, но 2 евро, да и чтобы люди ехали и могли себе позволить, ну, кто-то должен эту разницу оплачивать. Это, по сути дела, не дотация даже пассажирскому поезду, это дотация пассажиру, чтобы он мог этот билет дешево купить. Поэтому бизнес там никакой не получается, но там решаются очень важные функции по организации сообщения, возможности передвижения людей. Это всё правильно. Оно происходит, в принципе, во всей Европе и за пределами Европы. Это распространено, что пассажирские перевозки, чтобы эту мобильность для людей создавать, они должны быть доступными для людей и чтобы они могли это оплатить. Это имеет большую позитивное, скажем такое, для всех других отраслей, что люди могут на работу дешевле приехать и так далее. Это всё правильно. Но если взять о перевозках грузовых, то понятно, грузовые перевозки, тут тоже чудес не бывает. Железная дорога, вот как она была, 1800 километров, 1840 километров пути, так она и есть. Её надо содержать. И там не столько важно, сколько поездов едет. Издержки особо не меняются. Поэтому если нет грузовых перевозок, издержки остаются, и кто-то должен всё равно за это заплатить. Если мы смотрим на 2020 год, то железная дорога получила от государства 22,5 миллиона евро для покрытия финансового равновесия инфраструктуры. И раньше почему это не было? Раньше не было потому, что когда грузовые перевозки за 40 миллионов, это не надо было. Мы инвестиции сами могли производить. Если мы смотрим назад, то за те 15 лет, пока я был на железной дороге, железная дорога инвестировала вместе с европейскими деньгами порядка 1 миллиарда евро в дорогу. Понятно, железная дорога ещё 2 года назад была в очень хорошем состоянии. И, я думаю, ещё пару лет может прожить и без больших инвестиций. Но тогда всё равно надо будет вкладывать. И так что грузовые перевозки – это приоритеты в Европейском Союзе. Это на таком законодательном уровне сказано, что железнодорожные перевозки – это приоритет. И приоритеты в основном исходя из соображений окружающей среды. Потому что железная дорога производит намного меньше выбросов, чем автотранспорт. Но в Европе не совсем хорошо эти вопросы тоже там решаются. Не могут они получить грузы на железную дорогу. И, скажем, поэтому государства, чтобы создавать, чтобы перевозки по железной дороге были, как возможно, дешевле и конкурентоспособны, они много инвестируют и датируют железную дорогу. Латвия до 2019 года более-менее обходилась, мы обходились со своими средствами. Брали кредиты, государство не особо тревожили, говорили спасибо государству, Европейскому Союзу за фонды, но с этим мы могли жить. Сейчас это уже не получится, потому что при таких грузовых объёмах, и я понимаю, что нет желания эти грузовые объёмы возобновить, потому что в национальном плане развития до 2027 года цель поставлена 28,5 миллионов тонн. Значит, в принципе, их будут держаться на том же уровне, который был в 2020 году. Нет амбиции, нет желания это возобновить. И поэтому за этот период при таких объёмах инфраструктура для грузоперевозок тоже надо будет кому-то датировать. Не только пассажирские перевозки, но и грузоперевозочные части. То есть, Айвар, хочу уточнить, у нас было на железной дороге, ну, мне кажется, максимально 55 миллионов тонн или даже 65 миллионов тонн. 60,8, по-моему, в 2012 году. Да, в 2012. Значит, в 2019 было 49 миллионов тонн, да? В 2018, в 2018. В 2018, в 2019, 49. И мы принимаем план национального развития, в котором записываем 28,5 миллионов тонн. Это что, развитие или это деградация? План национальной деградации? Ну, сначала деградировали, а потом говорим, что будем стагнировать. Да, вот нам это нравится, вот этот уровень нам нравится, и будем там жить. Да, это очень... Это очень большие деньги, которые упускаем. И, может быть, еще назовите цифры по поводу того, как Латвийская железная дорога – это все-таки государственное предприятие, государственный концерн, и до сих пор это был один из крупнейших налогоплательщиков в бюджет страны. Что сейчас у нас с бюджетом, и какой баланс платежей, и плат из бюджета, который железная дорога получает? Ну, видите, там все просто более-менее. Потому что, если мы сравним 2018 год до Каринча и 2020, когда уже вся ответственность на этот теперешний состав Кабинета министров, то мы видим, что по концерну консолидированная прибыль, если она в 2018 году была 14 миллионов, то в 2020 году это уже убытки 35,5 миллионов. Так что мы уже видим по, скажем, самим финансам дороги. Если мы заплатили с концерна 78,4 миллиона евро налогов в 2018 году, то в 2020 году уже только 36,7 миллионов. Это на 53% меньше. 53% — это половина. Это налоги. Сначала предприятие работает с убытками, потом налоги уже, скажем, платим меньше, нечем платить. И в дополнение государство в 2020 году ещё 22,5 миллиона заплатило дороги за убытки инфраструктуры. Они компенсировались. И ввиду того, что банки начали волноваться за их кредиты, выданные железной дороги, чтобы успокоить банки, ещё на 32,4 миллиона евро подняли уставной капитал. И если мы смотрим так сальдо только по государственной кассе, что дорога заплатила и в 2018 году, и в 2020, то эта разница — 96 миллионов евро. Только, скажем, вот… Убытки прямые. Убытки. Это прямые убытки. Но есть ещё и косвенные убытки. Да, мы даже не подняли эту тему по поводу работников, тех, которые были уволены, сокращение трудовых ресурсов. Но чисто по статистике это уже получается почти 2 тысячи человек. И я думаю, что мы, наверное, ещё вернёмся к этой теме. Будем её обсуждать и продолжать знакомить наших слушателей с состоянием нашей транспортной и транзитной отрасли. Спасибо большое, Айвар, за участие в программе, за ваши квалифицированные комментарии. Будем дальше следить за вашими выступлениями в СМИ. И, пожалуйста, продолжайте вести свою рубрику и свою страницу на Фейсбуке. Мы сегодня говорили о транзитной отрасли, которая, к сожалению, движется под откос. И это не случайность, это не воздействие каких-то политических событий вокруг Латвии, а видится, что это как будто бы такая целенаправленная политика сегодняшнего Кабинета министров. И это очень прискорбно, поскольку действительно в транзитной отрасли работало до сих пор 80 тысяч человек. И это каждый десятый работающий ныне в Латвийской Республике. Программу «Подоплёка» сегодня провела Людмила Прибыльская. Спасибо Айвару Страх, шестую эксперту транспорта и финансов и экономики за участие в нашей программе. И я прощаюсь с вами. До следующих встреч через неделю.